В Украине задержали ОПГ-мошенников, которые вывели из Казахстана 18 миллиардов тенге. Кроме того, в Казахстане в пять раз выросло число употребляющих синтетические наркотики. Об этом стало известно на форуме общественной безопасности в Астане. Куда же смотрит полиция? Напомним, гражданские активисты требовали менее многочисленную, но профессиональную полицию, чтобы работа была прозрачной и искоренить коррупцию. Напомним, президент Токаев поручал реформировать полицию. Общество и прокуратура требуют, чтобы в Казахстане не было пыток. Как говорят криминалисты, благодаря правильно поставленным вопросам можно проводить расследование и докопаться до истины. Но на это уйдет время. Поэтому некоторые следователи применяют пытки. Причем пытки – это не только физическое воздействие. И это не только наличие телесных повреждений в результате пыток, а то и, не дай бог, смерти. Это и психологическое воздействие, и угрозы, и унижения. И, как сообщили на форуме, по поручению президента, теперь полиция будет работать по-другому. Проблемно-ориентированного подхода, то есть борьба не с последствиями, а с причинами. Выяснение причин и в чью компетенцию входит устранение этих недостатков, принятие соответствующих мер. Персональная ответственность заключается в виде национального доклада, когда по итогам определенного периода будут докладываться главе государства, общества, о состоянии общественной безопасности в нашей стране. И будут указаны те причины, по которым мы не достигли основных индикаторов. То есть будет разбор анализов, где по упущению того органа или высших должностных лиц мы не смогли достичь тех или иных индикаторов. Как говорят критики, существующая в настоящее время служба МВД громоздко и неэффективна. Республика находится на одном из первых мест в мире по количеству полицейских на душу населения. 344 стража порядка на 100 тысяч граждан, больше только в России. В МВД насчитывается 165 тысяч сотрудников. Тем не менее, качество работы полицейских часто не устраивает граждан. Больше всего нареканий граждан Казахстана вызывает коррупция в рядах полиции и неуклюжая служба 102. Не слишком ли велики траты на эти структуры, особенно с учетом качества их работы, спрашивают общественники. По мнению активистов, полиция работает на деньги налогоплательщиков и должна стать сервисной, а не карательной службой. Одна из целей этой нашей концепции, как раз, чтобы все общество вовлечь, потому что, ну понятно, мы только карательный орган, мы привлекаем, арестуем, задерживаем. Но должно работать все общество. И очень важна как раз вот работа других институтов, которые связаны с ранней профилактикой, с ранним выявлением. Разработанная еще при советском строе существующая методика оценки работы служителей правопорядка основана на статистике и очень проста в употреблении. Сопоставляя нераскрытые преступления с раскрытыми, можно не вдаваться в подробности. Учитывая, что оценивают по статистике, служители закона делают все, чтобы показать отличные результаты. Но сегодня действует новая система оценки деятельности полиции, основным критерием которой является уровень безопасности граждан и доверие населения. С сервисной полиции совершенно другой показатель. Это социологические опросы населения по поводу того, в какой степени они оценивают свою безопасность. У нас это будет или нет? У нас уже это есть. Есть один из критериев цели устойчивого развития, по которому развитые страны мерят общественную безопасность в своих странах. Но мы не все их исполняем. Совершенно верно. И он выглядит следующим образом. Людей спрашивают, насколько безопасно они чувствуют себя в своем районе во время ночной прогулки. Вроде как такой простой вопрос, но он на самом деле говорит, люди боятся ли не боятся преступников, боятся ли быть ограбленными, избитыми ночью. Это очень интересный, простой показатель. И сейчас, кроме того, показатель, который делает официально замеры агентства по статистике, это уровень доверия населения к полиции. А когда вас сейчас у нас на этот вопрос отвечают? Я, допустим, боюсь своих детей отпускать ночью. Да. Я думаю, что мы точно не в лидерах по безопасности в мире. И у нас очень много работы, которую еще предстоит сделать. А пока в рейтинге стран по индексу преступности на начало 2023 года Казахстан занял 48 место из 142 стран. Бауржанши Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Полмиллиарда тенге субсидий на развитие АПК присвоила группа лиц в Костанае. Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента агентства по финмониторингу области при координации прокуратуры региона. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ. А выделялись данные средства в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Организатор и его два сообщника, задержанные в отношении них, суд санкционировал арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Проблема нелегальной миграции в приграничных зонах Западно-Казахстанской области остается актуальной. Об этом сообщает Департамент пограничной службы. В целях усиления контроля и выявления нарушений правил пребывания иностранцев с 19 по 25 июня текущего года на территории области проводится первый этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2023», цель которого – поддержание надлежащего общественного порядка. Подробности в сюжете наших корреспондентов. С начала 2023 года на территории Западно-Казахстанской области было выявлено и пресечено четыре канала незаконной миграции, организаторами которых являлись как граждане Казахстана, так и иностранцы. Рассматривая пособников-нарушителей границы, их можно условно разделить на две категории. Первая – местные жители. Как правило, граждане Республики Казахстан, проживающие в непосредственной близости от государственной границы, либо частные извозчики, работники крестьянских хозяйств, арендатели жилья. Вторая – категория организаторы. И у всех одна цель – легкая нажива. В связи с этим в целях предотвращения нарушений закона проводятся оперативно-профилактические мероприятия. За два дня проведения мероприятия нами было выявлено 123 факта нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения. Из них 65 иностранных граждан были привлечены к административной ответственности. За нарушение миграционного законодательства по решению суда 10 иностранных граждан были выдворены из страны. Также привлечены к административной ответственности граждане Республики Казахстан. Это в количестве 49 человек. По словам специалистов, нелегальные мигранты, как правило, концентрируются в приграничных районах. Несмотря на проводимые с местными жителями предупредительно-профилактические мероприятия, среди последних находятся желающие участвовать в пособнической деятельности незаконно нарушить государственную границу. Данное обстоятельство, безусловно, создает определенную угрозу в вопросах обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. В марте текущего года заинтересованными службами был выявлен факт незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами ближнего и дальнего зарубежья. В ходе выяснения было установлено, что данные граждане проживали на территории города Уральска, снимали квартиру. И ни один из жителей нам не сообщил об этом. Данные граждане были задержаны на границе. Отметим, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции выявлен гражданин Турции, находящийся на территории Республики Казахстан с нарушением миграционного законодательства. Мужчина более двух лет проживал в Атаравской области незаконно. Западно-Казахстанскую область прибыл месяц назад. По решению суда иностранец будет выдворен за пределы страны. Специалисты пограничной службы призывают местное население проявлять патриотизм и в случае, если вы стали свидетелями готовящегося нарушения государственной границы, обратиться в органы полиции. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Аймураджик Эппар, ТДК-42. Атаравские активисты выступают против строительства химического комплекса. По их словам, опасность завода очень высока. На эту тему в регионе состоялись общественные слушания. Подробнее в сюжете. Если химический комплекс будет построен, там будет производиться 600 тысяч тонн терифталевой кислоты и 430 тысяч тонн полиэтиленфталата. С одной стороны, количество товаров значительно увеличится. С другой, местные активисты выразили недовольство против строительства завода в черте города. Беспокоясь за безопасность людей. Этот комплекс относится к первой категории опасности. Если он взорвется, то взорвется и соседний АНПЗ. Считай, полгорода уже не будет. Этот завод вообще нужен, но не внутри города. Завод очень опасный. В свою очередь, представители завода отметили, что благодаря объекту некоторые люди в регионе получат постоянную работу. Вместе с этим снизится импорт некоторых товаров. «Понимая экологию, мы пришли к вам, если вы хотели, спрашиваем сейчас, можем, не можем, что нам нужно сделать, чтобы это возможно было. Естественно, альтернатива, согласны, 3, 4, 5 у нас будет больше альтернатив, потому что каждый регион сейчас борется за заводы, каждый регион хочет, чтобы мы развивали нефтигосхимию, у них строили завод. То есть это тоже факт, но в первую очередь, экология, и правильно коллеги сказали, и про то, что завод нужен, и нового экологии, и здоровые граждане, это приведу всего этого». Продукция компании используется в пищевой, текстильной и других отраслях промышленности. Но местные жители говорят, что комплекс, который даст новый импульс развитию экономики, главное, чтобы не нанес вред окружающей среде. Альбина Каленова, Айбек Байзаков, Александр Грабарев, ТТК-42. В Уральске спасатели департамента ПУЧС преподают детям уроки пожарной безопасности и безопасности на воде. Каждый четверг на базе оперативно-спасательного отряда специалисты службы ЧС рассказывают школьникам о безопасности в обращении с огнем, а также правилах поведения на воде и оказания первой медицинской помощи при утоплении. В прошлом году на водоемах области утонуло 15 человек, шестеро из них – дети. В текущем году фактов гибели на водоемах не зарегистрировано. При этом специалисты настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра. Просьба родителей следить за своими детьми, ни в коем случае не пускать от них в водоем, не разрешать им купаться в необорудованных местах, а также учить их плаванием. Более трех с половиной тысяч человек работают на госслужбе в Западно-Казахстанской области. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации рассказал руководитель департамента агентства по делам госслужбы Марат Байсалов. Как оказалось, женщин, которые трудятся во благо государства, больше, чем мужчин. Подробности в сюжете. По словам руководителя департамента агентства по делам госслужбы Мурата Байсалова, сейчас 146 вакантных должностей на госслужбе. С начала года на должности назначили 212 человек. На основе трудового соглашения работает 16 человек пенсионного возраста, предпенсионного возраста – 105 человек. В госучреждениях в Западно-Казахстанской области работает 18 человек с ограниченными возможностями. Средний стаж госслужбы в регионе составляет 11,6 года. Из них политический госслужащих – 18,6 лет. Ко старшим служащих корпуса Б – 11,6 лет. Средний стаж на занимаемой должности – 4,7 год. Количество госслужащих, проработавших госорганизм более трех лет – 3306 единиц. Из общего количества госслужащих высшее образование имеет 91% или 3092 человека. Из общего числа госслужащих высшее образование имеет 3092 человека. Еще 309 человек со средним или среднепрофессиональным образованием. 14 человек окончили Академию госуправления при президенте. 10 человек являются выпускниками программы «Булашак». 65 госслужащих Западно-Казахстанской области имеют зарубежное образование. К слову, в настоящее время фактическая численность государственных служащих в стране составляет 88 409 человек. Из них 49 031 человек, то есть 55,5% представительницы прекрасного пола. Дана Керимбаева, Айбулла Джагапара, Александр Грабриев, телеканал ТДК-42. В Уральске состоялся форум специалистов дерматовинологической службы Республики Казахстан. Форум прошел в рамках Всемирного дня Витилига с участием известных отечественных специалистов и ученых отрасли, а также молодых врачей. Подробности в сюжете. Цель форума – обмен передовым опытом и внедрение инноваций при оказании специализированной медицинской помощи. В ходе мероприятия прошли лекции, презентации, мастер-классы, посвященные проблемам тактики повышения качества лечения кожных заболеваний. Врачи рассказали об эффективных возможностях применения на практике биологической терапии, дерматохирургии, фототерапии и других инструментов лечения. Сегодня у нас в городе Уральск проходит 13-й региональный обучающий форум дерматовенерологов, дерматокосметологов или прологов Республики Казахстан. Он проходит в рамках Всемирного дня Витилига. Сегодня к нам приехали гости с различных уголков нашей большой страны. Это из города Алматы, из города Астаны, из города Шемкента, из города Тараза, из города Мангистау, Атарау, город Чу. Цель данного мероприятия – это обмен опытом практическим, обмен клиническими случаями, обмен новыми инновационными методиками лечения дерматовенерологических заболеваний. Участники ознакомились с результатами научных исследований, которые проводились в стране и в мире за последние годы. В фокусе профессиональных дискуссий были и вопросы диагностики, а также лечения витилийка и других распространенных кожных заболеваний. Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило июнь месяцем осведомленности о витилийка. Впервые Алматы выбран международный штаб-квартиры 13-го Всемирного дня витилийка, который будет отмечаться 25 июня 2023 года. Мы очень были оборудованы тем, что областное управление здравоохранения сохраняет здесь кожвен-диспансер. Кожвен-диспансер – это орган, точнее, это центр, который на самом деле координирует деятельность всех кожвен-структур, кожвен-различных организаций на уровне районов и города и на уровне обученно-методической помощи, обучения, контроля и, соответственно, является центром, который действительно оказывает достаточно серьезное влияние на ситуацию с заболеваниями, которые передаются различным путем кожи и генерических болезней в городе Уральской области. В казахстанские дематологические учреждения за год с проблемами витилийка обратилось более 15 тысяч пациентов. Этот показатель, вероятно, выше более чем в 2-3 раза, так как многие врачи и пациенты не информированы о возможных методах лечения витилийка. Многие за стеснение, публичное осуждение и стигмы предпочитают скрывать заболевания и не ходят на приемы к врачу, что является серьезным препятствием в лечении. В октябре проходят соревнования среди пациентов, перенесших трансплантацию органа и находящихся на гемодиализе. Своими достижениями в спорте они демонстрируют силу духа и стремление к победе. По словам организаторов, цель данной спартакиады – привлечь внимание общественности к вопросам трупного донорства. Житель Туркестанской области Бауржан Абдулаев увлекается плаванием. А еще он трехкратный чемпион страны по настольному теннису и волейболу. Несколько лет назад ему пересадили почку от близкого человека. Сейчас организм начал ее отторгать. Теперь мужчина снова нуждается в доноре. Но бросать спорт не намерен. Процедуру гемодиализа проходим три раза в неделю. По пять часов лежим, пока аппарат, искусственная почка очистит кровь от шлаков. Тяжело. Нам нужно развивать посмертное донорство. Сколько жизней можно спасти? На эту спартакиаду приехали 90 спортсменов со всех регионов страны. И все они либо доноры, либо рецепиенты. То есть те, кому пересадили органы. Организаторы турнира отмечают, что этим людям сейчас ничто не мешает заниматься спортом и жить обычной жизнью. Сегодня начался волейбол, настольный теннис и дартс. Цель – это привлечение внимания общества к вопросам развития донорства и трансплантации в Казахстане. То есть мы хотим показать своими спортивными достижениями, что трансплантация возвращает человека к полноценной жизни. То есть он может работать, учиться, заводить детей, заниматься спортом. В Ак-Тубе трансплантация развивается с 2014 года. В регионе успешно пересаживают почки и печень. Однако доноров приходится ждать годами, из-за чего многие пациенты не доживают до операции. Они ждут эти органы, они нуждаются. Вы представляете себе, когда дома находится такой человек с неизлечимым заболеванием? В мире, в мире наиболее целесообразным считается трансплантация трупная, поскольку риск развития различных осложнений она сводится к минимуму. Если пересаживать от живого донора, то рискует и донор, и рецепент. 3,5 тысячи казахстанцев сегодня ждут пересадки, в том числе 500 детей. Большинство из них страдают заболеваниями почек. Кроме недостатка донорских органов, одной из главных проблем трансплантологии, связанных с этикой и правом, остается несогласие на их изъятие, говорят участники научной конференции. Своими достижениями в этой сфере с отечественными хирургами поделились зарубежные коллеги. Врачи говорят, что органы одного умершего донора могут спасти жизнь сразу пяти пациентов. Однако октябинцы признаются, что пока не готовы к посмертному донорству. Многие отказываются от этой процедуры по религиозным убеждениям. Лайла Уэсова, Жумар Тадебергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Туби. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже.